В Одесской области насчитывается около 600 тысяч льготников различных категорий, которые получают помощь из бюджета. Сюда входят и дотации на коммунальные услуги, на проезд и на санаторно-курортное лечение. Всего на льготы в прошлом году было выделено около 200 миллионов гривен из бюджета. Какие планы на 2014 год в нашем сюжете? Продолжается предоставление курортно-санаторных путевок на оздоровление в одесских санаториях различным категориям льготников. В 2014 году по этому направлению два новшества. Можно будет оздоровиться в санатории Куяльник, плюс впервые будут оздоравливаться инвалиды детства общего заболевания. Что же касается адресной льготной помощи, то показатели следующие. На протяжении 2013 года получили адресную целевую помощь 734 жителя Одесской области на общую сумму 4,5 миллиона гривен. Это люди, которые получали материальную помощь на лечение, на оздоровление, на прожитие, на операции. Это всевозможные выплаты, начиная от 500 гривен и кончая 50 тысячами. Одно из новшеств областного департамента социальной защиты – покупка квартир. В прошлом году было заложено 8 миллионов областного бюджета на эти нужды. В 2014 году такая же сумма. Были заключены договора на покупку 20 квартир, однако их не успели проплатить. Поэтому в 2014 году заложено около 9 миллионов гривен на погашение задолженности и 8 миллионов на покупку нового жилья. Деньги пойдут на покупку квартир для ветеранов, воинов-интернационалистов, чернобыльцев, военнослужащих-очередников, а также на обеспечение уже заключенных договоров. Жилье покупается и на первичном, и на вторичном рынке. Главное, чтобы в него было не стыдно зайти. В первую очередь мы искали где-то, чтобы не очень было дорого. Понятно, что можно было купить квартиру за полтора миллиона, но тем не менее мы рассматривали все ценовые пропозиции, которые нам дали застройщики. Эти квартиры здесь у нас на Прохоровской, эти квартиры на Сахарова. Мало того, люди, которым мы предложили эти квартиры, увидели эти квартиры. Сколько квартир будет закуплено в этом году, сказать пока нельзя. Однако руководство департамента надеется, что сложившаяся на рынке недвижимости ситуация позволит закупить больше необходимых квадратных метров, чем получилось в прошлом году. Анатолий Косин, Руслан Накаев, телекомпания Круп.